Деревья являются жизненными формами растений. Как правило, деревья один, а деревья не в шестом. Благодаря деревьям у нас есть дома, небес, бумага и чистый божий. И все, и деревья сделают музыкальные инструменты и разные произведения искусства. Также деревья являются источником вдохновения поэтов и художников. Мы приглашаем вас на литературную экскурсию, посвященную деревьям, растущим неподалеку от нашей школы. Стою и полосы считаю, и благодарности полна за то, что серебром черненным из лип еловых лап, черемух, как в ночь луна горит она. Задремали звезды золотые, задрожало зеркало златона, брежет свет на заводе речные и румянит тетку небосклоны. Улыбнулись сонные березки, расклепались шелковые косы, шелестят зеленые сережки и горят серебряные розы. Точно костер, огневая рябинка, вьется ее, огибая тропинка, скачет бедовая осень по веткам, деревце холодно, осень под ветром. Где ты, неверное лето? Где листья? Нечем, совсем ушли, где-то, прикрыться. Елку в бессменной одежде получше. Ей укрывают надежные колючки. Видит она их зеленых и плачет. Плачет и огненных слезок не прячет. Клен в рябину был влюблен, но стоял безмолвно он. Как стояла и она, тоже в клен влюблена. Клен встречает в самом первом осени приход. Кружит в воздухе веселых листьев хоровод. Землю быстро укрывает розынковром. Пусть родная засыпает долгим зимним сном. Осень поздняя в разгаре, и мороз вот-вот ударит. Все деревья оголились, и природа затаилась. Только моя лиственница, точная именинница, Золотом одна горит, зиму встретить не спешит. Осень прячет все следы, шепчет, тоже уходи. И зачем мне уходить? Я еще хочу светить. Красотою покорять, теплотою согревать. И горит, будто свеча, непокорно, горяча. Слованной путьственной днемли, Дубок посаженный поэтом, Приподнимаясь от земли, Все выше, выше с каждым летом. И строгой силой ветвей, Гордясь от века и до века, Храни плоды ты для свиней, А красоту для человека. При дороге одиноко Дуб растет тысячелетний. На троге зеленый стоя, До земли склоняя ветви. Легкий ветер на рассвете Между листьев пробегает, Будто время молодое Старику напоминает. И поет он о минувшем, Предвестного кого-то, Кто вскопал старую землю, Поливая капли по. Кто зажег ним искру жизни, Кто такой, откуда родом. Государем был великим, Поливодом, садоводом. Кем он был, не в этом дело. Пот его в земле от века, Трут его в стволе могучем, Дух живет за человеком. Что было в январе, Стояла елка на горе, А возле этой елки Бродили злые волки. Вот как-то раз, ночной порой, Когда в лесу так тихо, Встречают волка под горой, Дайчата и дайчиха. Кому охота в Новый год Попасть в лапы волку? Зайчата бросились вперед И прыгнули на елку. Они прижали ушки, Повисли, как игрушки. Десять маленьких зайчат Вещат на елке и молчат. Обманули волка. Дело было в январе. Подумал он, что на горе Украшенная елка. Тройный кастан густил во дворе, Листья сухие летят. В темное небо на тихой заре Голые ветви глядят. Ждет с нетерпением новое весну, Верит в ее чудеса. Будто не знает, приходом зимы Стихнет всех птиц голоса. На улице в школьном саду У крыльца Пусть каждый посадит По два деревца. Пусть станет их больше Кудрявых, зеленых, Дубов и акаций, Березок и кленов. Слатанов и яблок. Черешин и слив. Роскошность кастана, Задумчивость их.